Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дмитрий Сандаков и в телеэфире телеканала АТВ передачи «Деловое поколение». И сегодня мы с вами затронем тему, которая называется «Квадрант денежного потока». Друзья, давайте сегодня поговорим о квадранте денежного потока. И я предлагаю вам фиксировать некоторые, скажем так, моменты, которые я буду озвучивать на доске. Квадрант денежного потока. По большому счету мы сегодня поговорим с вами об одноименной книге Роберта Киосаки, книги, которая повлияла на мое, скажем так, мировосприятие, повлияла на меня в целом. И вот если говорить, когда упоминается имя Роберта Киосаки, обычно у всех ассоциаций идет первичная. Это книга «Богатый папа, бедный папа». Я, наверное, как и многие из вас... Есть, кстати, из вас, кто читал эту книгу? Давайте вот просто по руке. А, ну хорошо. Я ее прочел, если честно, где-то, наверное, раза с третьего. Меня зацепила именно книга «Квадрант денежного потока». Я прослушивал ее по дороге, там, где-то, когда еще служил в армию. В армии, поэтому вот она зацепила меня больше, чем «Богатый папа», и потом я перешел к ней. Поэтому хотелось бы сегодня поделиться с вами своим восприятием и рассказать поподробнее о том, где находятся, по большому счету, все люди. Ну и мы с вами немножко подискуссируем на эту тему, обсудим, как вы себя видите в этом квадранте, какие стремления у нас и так далее. По большому счету, что очень интересно, мне нравятся вот такие схемы, да, которые делят, скажем так, мир очень просто на четыре части. И среди всего этого хаоса, который происходит в нашей жизни, много мыслей, много умозаключений, такие схемы позволяют видеть, ну, по большому счету, это бостонские матрицы, да, позволяют видеть, где мы находимся в том или ином промежутке нашей жизни. И что сделал Киосаки? Киосаки взял всех людей и, по большому счету, разместил их здесь. И он сказал, что есть люди, которые называются работники в найме. Этот квадрант называется R. Я думаю, по большому счету, все вы таких людей либо знаете, либо сами когда-либо работали в найме и прекрасно, ну, понимаете, как жизнь такого человека происходит. Я думаю, прежде чем мы, ну, дальше перейдем по квадранту, мы сейчас рассмотрим это на графике, как выглядит по большому жизнь обычного человека, такого среднестатистического, я думаю, мы возьмем, ну, и потом в различные отклонения посмотрим, да, по норме. Если мы возьмем с вами по оси Y, то, сколько человек зарабатывает, пусть это будут у нас деньги, а это у нас будет время. Я думаю, ну, вы согласитесь со мной, что на большинстве этапов в начале жизни человеку, в принципе, ну, никакие деньги-то они не нужны, да, ну, давайте другим цветом я буду выделять. Человек находится где-то вот здесь, возраст, не знаю, 2, 3, 4, 5 лет, ты, в принципе, не знаешь, что такое деньги, у тебя еще нет понимания, как они работают, и деньги как бы и не нужны, потому что тебя обеспечивают родители, такой паразитизм, да, некий, ты живешь в позиции паразита, поэтому изначально деньги как бы не нужны. Потом в начальных классах, я думаю, все вы тоже это прекрасно помните, появляется какой-то интерес к деньгам, да, начинают давать, не знаю, там, на обеды, на какие-то карманные расходы, и не уверен, что многие из вас так делали, но я знаю, что такие истории происходили, и лично со мной, например, это когда ты немножко оставляешь денег, да, там, пополам поел с другом, а еще денег оставил. Почему? Потому что потом, ну, там, жвачки, шоколадки и какие-то такие мелочи жизни. Бонусы жизни. Бонусы жизни, да, верно. Вот, потом мы понимаем, что где-то там начальные классы заканчиваются, пятый, шестой, седьмой класс, интереса к деньгам становится больше, и вот некоторые ребята начинают, например, даже подрабатывать, да, это промоутинг, то есть раздача листовок, там, где-то помогать родителям, где-то помогать родственникам на каких-то объектах, а интерес к деньгам, он становится уже существенно выше. И вот сейчас, например, мы также проводим, у нас рабочий проект, это поколение будущего, да, и мы сейчас нацелены на то, чтобы школьники в раннем возрасте уже могли определяться со своей, скажем так, профориентацией, со своим видением будущего, и понимали, откуда берутся деньги, как они двигаются в этом мире. Поэтому, кстати, для, я думаю, это будет очень интересно для наших телезрителей, если у вас есть школьники, либо ты сейчас смотришь эту передачу, являешься школьником, обязательно обрати внимание в интернете поколения будущего, мы проводим бизнес-школу, у нас уже есть порядка 150 первых, скажем так, ребят, и очень результативно, на самом деле, проходят эти занятия, мы видим изменения в мышлении детей, но мы не считаем их детьми, мы считаем их достаточно взрослыми, нам не важно, сколько тебе лет, важно, сколько у тебя в голове. Поэтому на некотором этапе становится привлечение денег в твою жизнь, оно становится более интересным, ты становишься в этом более заинтересован. Ну, скажем так, где-то в школе есть какие-то подработки, не знаю, я, например, вот с 13 лет, да, с 14 примерно лет, уже так планомерно зарабатывал деньги, в том плане в Израиле, например, это было там косить газоны, помогать кому-то по ремонту, я думаю, у вас тоже такой опыт был, да. Сейчас мы, я думаю, к нему вернемся, вы расскажете, как у вас это проходило в жизни, с каких лет вы начали зарабатывать первые деньги и так далее. Вот самое первое, я думаю, это, наверное, от родителей, да, деньги бывают обычно, это тебя что-то просят делать, и ты как-то вот получаешь какие-то вознаграждения. Вот такая система мотивации была, в принципе, у меня, так как мы росли там в 90-е, у нас был такой момент, мы продавали газету, одну очень известную газету, в нашем городе, мы покупали ее на почте, наценяли на 2 рубля и продавали. И вот как-то было весело, это, наверное, было лет 9-8, да, то есть ты начинаешь уже генерировать какие-то средства в свою жизнь. Потом происходит так, ну, например, ты отучился в школе, в УЗИ у тебя уже понятно, что потребность в деньгах становится выше на каких-то первых курсах, в вторых, третьих, четвертых уже, соответственно, больше привлекается денег, там ночные какие-то подработки, не знаю, там официанты, да, сфера обслуживания, то есть, ну, многих студентов мы видим, в принципе, занятых в этой сфере. И вот так случается, что, например, ну, ты вышел после ВУЗа и устроился на такую высокооплачиваемую работу, и сейчас у нас студенты, вот мы часто замечаем это в процессе рекрутинга, в процессе найма, да, когда нанимаем сотрудников на работу, студентов, ну, такая достаточно высокая планка, они планируют, не знаю, зарабатывать тысяч 20 сразу, в принципе, не имея никакого опыта в работе, ну, я думаю, кому-то в этом везет, да, сколько примерно, ну, я думаю, здесь тебе ориентировочно лет, ну, 20-25, давайте возьмем, и уже не совсем такой студент, да, сколько сейчас, по вашему мнению, генерируют люди, ну, в этом возрасте денег приблизительно? 20, наверное, да, от 20 до 30, это по-хорошему мнению. Такие будем, да, давайте будем, да, чтобы просто было оптимистично, мы с вами оптимисты, скажем, что, ну, 20-25, в принципе, молодой человек, в таком возрасте может генерировать вот эти деньги. Здесь понятно, что, ну, хватает где-то на жилье, да, потому что человек уже отделяется и живет самостоятельно, там, на перемещение, на какие-то, скажем так, развлечения, ну, может быть, иногда хватает на какую-то совместную жизнь, там, со своей, там, второй половинкой, да, и приходит понимание, что, чтобы расти дальше, чтобы развиваться как-то дальше, нужно привлекать больше денег. Иногда здесь бывает либо, там, вторая работа, либо переквалификация какая-то, да, и человек выходит, ну, тоже на определенные, скажем, деньги, ну, и, к сожалению, здесь уже и возраст, да, другой совершенно, то есть, ну, ориентируемся, давайте возьмем, там, промежуток от 25 до 30 лет, и, возможно, здесь даже уже и заработная плата, и при генерации денег, она становится больше, ну, давайте тоже так оттолкнемся, 25-30 в среднем человек начинает привлекать свою жизнь, окей? И вот что бывает здесь, в принципе, со среднестатистическим человеком, может быть, небольшой рост, может быть, где-то на этом уровне он остается, и, в принципе, у многих людей, ну, как-то вот, может быть, там, чуть больше, чуть меньше, какие-то кризисные моменты иногда бывают, да, там, увольнение, в целом экономически сложная ситуация в стране, ну, и как-то вот человек живет таким вот образом, на таком уровне дохода, ну, и доходит до определенной черты в нашей жизни, которую официально в государстве, по-моему, принято называть, насколько я знаю, сроками дожития, да. Пенсия. Что на пенсии, какое, скажем так, количество денег генерирует у нас пенсионер в наше время? Пределы десятитысячные. В среднем, да, где-то, ну, уровень десятка, ну, то есть, если, грубо говоря, половину берем, все мы понимаем с вами, что мы не вечные, пока нынешняя технология и медицина не дошла до уровня, чтобы мы могли жить вечно, поэтому, ну, где-то наступает вот такой момент, и вот этот разрыв для многих, он, ну, скажем так, существенно сказывается на их жизни. Понятно, что появляются здесь на каком-то этапе дети, внуки, они помогают и так далее. И важно заметить, что некоторые люди, находясь в найме, они все-таки более амбициозны, готовы брать на себя больше ответственности, они готовы, скажем так, расти по карьере, да, ну, то есть, и у некоторых это бывает многим выше. То есть, мы не говорим, что в найме это как-то, ну, там, неправильно, правильно, каждый определяет в принципе сам для себя. По большому счету, здесь можно выходить, ну, и на очень интересные цифры, да, то есть, там, 100, больше, в зависимости от того, сколько на себя ответственности ты берешь и, скажем так, насколько хватает твоих амбиций. Ну, я думаю, с этим вы тоже все согласитесь, да. Ну, в среднем, как-то вот на графике, если посмотреть, наверное, жизнь среднестатистического человека выглядит так. Здесь важно понимать, что человек находится внутри некой, скажем так, рамки, да, то есть, если, ну, брать любого работника по найму, это постоянное иногда ощущение, что пора домой, пришел в 10, если работа не так интересна, то есть, и мы с этим тоже сталкиваемся, да, иногда, что люди не реализуются на работе, просто приходят туда, чтобы работу работать. Поэтому, ну, человек находится вот в рамках каких-то, скажем так, ограничений, которые дает ему работодатель. Некоторых людей это не всегда устраивает, поэтому некоторые люди хотят больше свободы. И здесь у нас прорисовывается второй квадрант, это S. В формулировке Киосаки он называет их специалисты, соло, индивидуальное предпринимательство и мелкий бизнес также включен сюда. Здесь зачастую чуть больше свободы, ну, потому что нет, по большому счету, начальников, вроде бы ты как сам себе начальник. Единственное, что зачастую случается, что затрат времени становится чуть больше, да, потому что свой собственный бизнес, он требует твоего непосредственного внимания. Но это интересно делать, потому что здесь ты, по большому счету, реализуешься в жизни. Да, как-то происходит вот таким образом, да. И здесь ты выстраиваешь, по большому счету, вот эту рамку сам. Ну, и, соответственно, привлекаешь работников в найм, которые работают на тебя, которые работают с тобой. Вот ключевая позиция этих людей, на самом деле, это большая из них часть мыслит категории «всё сам». «Всё сам», почему? Ну, потому что лучше меня вряд ли кто-то сделает. Я думаю, вы в своей практике, как предприниматели, с этим согласитесь, потому что, ну… Часто бывает так. Да, так происходит. Это просто формат жизни, потому что вот ты считаешь, что лучше я сделаю это сам, потому что лучше меня, ну, никто. И вот частые примеры, там, не знаю, каких-нибудь бригад по ремонту даже, по, не знаю, натяжные потолки, окна, замена, да. Человек мыслит категории «я лучше сам съезжу, замеры сделаю, потому что отправишь их, там, два раза перемерять потом, да». Дай бог, когда у тебя хорошие и ответственные сотрудники, ну, это замечательно, что так может происходить. Ну, и, в принципе, давайте даже вот на графике взглянем, да. Я думаю, у всех она такая различная стартовая позиция. Опять-таки, рассмотрим привлечение денег и, скажем так, рассмотрим привлечение инвестированного в это время. Хорошо, если кто-то стартует с позиции ноль, да, то есть какие-то, может быть, привлеченные деньги или накопленные, да, то есть ты вкладываешь в бизнес, но зачастую, я думаю, у многих бывает это где-то с позиции минусовой, да. Какие-то заемные средства, кредитные средства, да, там, ну, я не знаю, там, минус 10, минус 100, минус миллион, возможно, у кого-то. По-разному. Зависит от бизнеса и от той сферы, которой ты занимаешься. Ну, и здесь зачастую, что мы видим, с чем мы сталкиваемся, человек говорит, что вот, сейчас все попрят, сейчас все будет замечательно, великолепно, ну, как-то вначале вот так происходит, да, да, вот эти улыбки мы тоже периодически замечаем, ну, потому что нужно приспособиться к этой новой среде, к новому окружению, скажем так, и к новому мышлению, по большому счету это мышление, да. Потом идет некий рост, могут какие-то быть кризисные моменты, и вот человек упирается тоже там в какие-то потолки, да. Почему есть потолки? Потому что в сутках 24 часа, руки две, ноги две, голова одна, быть везде одновременно не получается, и есть какая-то, ну, либо самозанятость, да, потому что мы сказали, что ключевая позиция этих людей – это сам. Вот многие там, не знаю, видеооператоры, фотографы, например, специалисты как, не знаю, ну, я думаю, даже психологи, врачи, стоматологи, да, адвокаты. То есть, когда ты поработал в кабинете у кого-то, понял, что, в принципе, я понимаю, как это происходит сам, ну, и открываешь свой бизнес. Даже вот с сушистыми есть знакомый парень, да, то есть, оба знакомых, на самом деле, предприниматель, который запустил первую доставку у нас в городе, у него был шеф, который научился, освоил технологии, ушел и открыл самостоятельно свое маленькое, скажем так, предприятие, оно до сих пор существует, работает, ну, там, поэтому каждый делает свой выбор сам, на самом деле, да, определяется, где в каком квадрате ему находиться. И даже мы сталкиваемся с тем, что иногда человек, находясь здесь, устает, скажем так, от какого-то, ну, начальника сверху, да, уходит сюда, поработает здесь некоторое время, здесь тоже наступает выгорание, если выбрал, ну, не ту нишу, либо устал, либо поднапрягся, ну, как-то выгорел, скажем так, возвращается сюда, поработает здесь, перемещается туда, бывает так. Вот, знакомая ситуация, я думаю, да, с некоторыми из вас, может быть, это тоже так происходило, мы сейчас об этом с вами и поговорим. Вот, ну, и по большому счету правая сторона квадранта, да, Киосаки говорит о том, что это люди с психологией богатого мышления, а левую сторону он называет люди с психологией бедного мышления. Он ни в коем случае не говорит о том, что это люди бедные и, там, волокущие, жалкое существование, да, то есть, это просто определенного рода психология, которая, ну, дает те результаты, и мы видим это на фактах, да, поэтому правая сторона квадранта – это большой бизнес, это когда ты уже становишься, по большому счету, у тебя есть, скажем так, определенные предприятия, где ты уже находиться сам одновременно в нескольких точках не можешь, то есть, ты за этим процессом наблюдаешь уже как бы со стороны, да. Характеризуется большой бизнес – это сетью, это система, система и команда, то есть, когда у тебя уже не один магазинчик или, там, пара точек, да, между которыми ты, как бы, еще успеваешь перемещаться и контролировать их, а когда это уже много точек, когда уже есть определенная систематизация процессов и когда есть команда, которая эту систему выполняет. Ну, я думаю, примерно прекрасно понятно, мы не будем называть какие-то там большие сети, да, чтобы не рекламировать их, наверное, в какой-то мере, да, но я думаю, все прекрасно в вашей голове сложилось впечатление о этих больших бизнесах. Ну и крайний квадрант – это инвесторы, да, люди, которые вкладывают деньги в определенные проекты и получают, соответственно, отдачу от них, да. То есть, ну, если взглянуть на вот эту закрытую систему большого бизнеса, то есть, например, это один бизнесмен крупный, это второй бизнесмен крупный, то инвестор находится уже где-то здесь, то есть, за рамками, то есть, мы как бы с вами удаляемся, 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 да, и видим картину чуть дальше, 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 такое отчуждение происходит. Инвесторы инвестируют в определенные проекты, определенные деньги, иногда эти деньги увеличиваются, становятся больше, да, соответственно, ну, иногда так случается, что некоторые проекты люди вкладывают и они, соответственно, не приносит каких-то выгод и выхлопов да вот по большому счету так перемещаются деньги так распределяются люди нехорошо и неплохо это просто факт мы с вами с этим сталкиваемся это видим ну а если говорить про где находится больше людей где находится меньше людей ну я думаю мы сейчас примерные с вами цифры напишем просто соотношение да ну я думаю согласны с тем что 90 процентов людей большая часть людей находится все-таки с этой стороны квадранта меньшее находится все таки с этой стороны но если говорить о деньгах то есть о тех денежных средствах и тех массивов массивах денег которые перемещаются в этих квадрантах то все таки наверное меньшая часть денег находится с этой стороны а большая часть денег все-таки находится с этой стороны поэтому я думаю ну многим интересно перемещение с левой стороны квадранта на правую сторону квадранта а единственное что здесь есть такой момент что ну это не происходит моментально это смена мышления это приобретение определенного опыта в жизни происходит ну как-то так да то есть многие люди хотят но немногие люди делают и мы в цикле наших передач об этом всегда говорим да что есть люди которые делают есть люди которые просто там думают мечтают и все все-таки ничего не делают поэтому я думаю среди вас находятся люди как раз таки которые делают и хотелось бы вот понять ваше мнение услышать и проговорить с вами как вы расцениваете себя на каком из этих этапов куда ваше стремление как это происходит и прежде чем мы сейчас к вам перейдем до к вашим мнением я хочу сказать что вот для меня например этот квадрант был таким озарением до моей жизни и мне удалось и я запустил потом 1 лондонский киосаки клуб где мы на играх денежный поток это игра которую изобрел роберт киосаки со своей командой до обкатывается именно вот это этот качественный переход с мышления бедного человека на мышление богатого человека за три часа можно прожить жизнь порядка 30 лет и соответственно в игровом процессе понять как это происходит а игры проходят игры я провожу периодически поэтому если у вас есть интерес пишите связывайтесь с нами и вы сможете поучаствовать уже буквально в ближайшей игре денежный поток роберта киосаки и обкатать ту модель начать с работников найми и соответственно плавно перемещаясь по квадранту перейти на правую сторону ну и давайте поговорим как это было у вас какие у вас на этот счет мысли какой у вас опыт давайте представьтесь так вся как будет удобнее да лучше на ты все таки тимофей оксаев психотерапии коучинг тренингов бизнес но опять же окончание в моей компании бизнес не случайно потому не случайно потому что все таки целенаправленно стремлюсь и в принципе наверное уже являясь до 3 3 вот верхним правым квадрантом до своей системе то есть в любом случае есть задача опять же был и на разных стадиях вот о чем ты говоришь и на р и на с и все таки но инвестор это немножко не мое все таки я и участник мне хочется и самому реализовывать себя как ну и как личность да и как расти как профессионал и так далее поэтому естественно со стороны объективно все таки я не смогу наверное за своим бизнесом смотреть но тем не менее стремление есть безусловно от к б ну к такому к стабильному к хорошему бы чтобы это бы было да не 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 в плохом искажение до этого слова этой буквы точнее а именно от бизнес стабильный бизнес который который бы позволил масштабироваться который позволил бы оптимизировать все процессы и ну и на автоматическом таком потоке уже вести какие-то свои профессиональные дела так скажем поэтому вот как бы так моя такая история маленькая спасибо тимофей но я думаю в принципе и у тебя был опыт я так понимаю работы в нами да то есть когда то есть потом самостоятельно свой кабинет и систематизация процессов это такая перспектива и масштабирования и хочется оставаться в этом процессе чтобы в скажем так ну а участвовать в жизни клиентов это изначально это это изначально были мои задумки естественно да как и идея идеология так скажем да и безусловно мне не хоть не хочется как-то как-то отграждаться от этого и абстрагироваться безусловно я тоже являюсь участником этого процесса и соответственно провожу консультации да и психология психотерапия там мое и соответственно никуда я без этого не делась но тем не менее умение грамотно налаживать бизнес-процессы это такой важный момент спасибо большое а еще у нас есть опыт да наталья мобильная студия прическа кудряшка ну могу сказать про квадрат r я в нем вообще как бы ну с 14 лет я начала работать тоже промоутером потом старалась максимально оградиться от этого квадрата просто и так что ты пытаешься сделать сама потом устанешь и вроде как а ничего неохота пойдешь опять работать там поймешь что нет это точно не мое я работать точно не хочу и с новыми силами пытаешься делать что-то свое так неоднократно получалось я так скажем подзаряжалась энергии на обычной работе к тому чтобы реализовать запустить какие-то свои проекты сейчас уже в принципе опыт в этом есть я уже сейчас уже есть видение как это делать более-менее правильно естественно я стремлюсь как бы на правую сторону в квадрат b но наверное меня больше интересует все-таки инвестирование потому что мне наоборот хочется смотреть как бы извне и просто участвовать в этих процессах где я вижу например что там что-то можно поменять там что-то улучшить зайти туда и улучшить и или там как-то помочь деньгами там где-то что-то да нет такого прям желание в конечном счете чтобы прям самой там быть в этом процессе хочется больше абстрагироваться сейчас планомерно иду к этому но пока пока еще медленно на мой взгляд ну темп у всех свой жизнью всех достаточно я думаю длинная интересная потому что мы занимаемся любимым делом спасибо за твое мнение ну а время нашей передачи к сожалению подходит концу друзья поэтому что хотелось бы сказать и напомнить вам подписывайтесь на наши youtube каналы а ставьте свои лайки комментарии будьте в наших группах делового поколения поколение будущего если вам интересно развитие финансовой грамотности и в целом общей эффективности школьников а если ты являешься школьником обязательно найди нашу группу поколения будущего участвуйте в играх денежный поток которые провожу я и мои коллеги поэтому до встречи в новых эфирах в новых передачах с новыми темами друзья с вами был дмитрий сандаков на телеканале а тв спасибо